В нашем эфире мы уже обсуждали, какие сложности могут ждать сферу сельского хозяйства из-за нехватки рабочих рук отчасти, вызванной скорым отъездом из Эстонии большого числа иностранных работников. Одна инициативная группа запустила по этому поводу компанию под названием «Маляапи», то есть «На помощь в деревню». За первые три недели на клич откликнулось более 200 человек. У нас в студии инициатор этой акции Рене Кулман. Доброе утро. Доброе утро. Как присоединиться к вашей инициативе? Просто выразить желание и быть готовым в любой момент, что вас вызовут на село помогать? Да. Все очень просто. Взяли из кармана телефон, соединялись с Фейсбуком, там все анкеты можно читать, можно заполнять, отправить, и мы уже связываемся. Ну а для кого, прежде всего, вот эта инициатива создана? То есть для людей, которые потеряли работу и хотят подработать, например, на сезонных работах, или же все-таки это добровольный труд, и вы ждете волонтеров? Ну, в вашем вопросе уже был ответ. Это для всех, которые там или не работают сейчас, или уже надоело сидеть дома, и так далее, и так далее. Так что для всех, которые хотят идти дышать свежим воздухом и работать. Но оплатить за эту работу будут? Да, денежное вознаграждение не подразумевается. И денежное, если договариваются, и добровольцы, и так далее. То есть по-разному можем? По-разному, все. Все варианты. Мы в свое время цитировали слова одного фермера, который сказал, что мы городских жителей не особо им и рады, потому что белоснежек у нас уже хватает. То есть все ли городские жители, которые изъявят желание работать в селе, на селе, готовы выполнять вот эти сложные работы сельскохозяйственные? Ну, видно, что человек юморный и знает, что это самое... Ну, не знает, что корни наши все равно в селе, так что не так уж плохие эти дела. И людям, конечно, надо дать время, чтобы они могли там изучать, что надо делать, им надо это самое все объяснить, и все будет в порядке у них. Ну, вот те около 200 человек, которых мы упомянули, кто уже выразил желание присоединиться к этой инициативе, куда они, в частности, отправились, какие работы они выполняли? Приведите несколько примеров. Ну, во всей стране они уже помогали маленькими и большими группами, там, от 3-5 человек до 10-15. Там, камни собирать на поле, там, или на машинах работать, там, или, скажем... В зависимости от того, что человек уже умел до этого, да? Что? В зависимости от того, что человек уже умел до этого, да? То есть, если, например, нужно собирать камни, то для этого никакой особой сноровки не требуется. В сельском хозяйстве всякие работы, так что там ничего трудного, в смысле, там даже есть, если всякие компьютерные коровники, тогда есть люди, которые соображают, как с этими работами, так что проблем там никаких не будет. Когда самая горячая пора у нас у фермеров и хуторян? Какие работы нужно делать и в каком объеме? Ну, фермеры, которые будут выращивать клубнику, да, им понадобится по 120-150 человек. И это уже сейчас работы начинаются подготовительные, и скоро надо и урожай убирать, собирать. Так что эти самые такие большие и быстрые работы важные. Кто те люди, которые обращаются к вам в первую очередь? Постарше, помоложе, с какой-то определенной квалификацией? Или здесь нет некоего среднестатистического портрета? Ну, статистику мы не делали, там все. Есть молодые, есть постарше, мужчины, женщины, которые понимают, что если весной не сажать, тогда осенью нечего убрать. И если будет еще вторая волна, и границы закрываются, может, и грузовики там с продуктом не пройдут, тогда что кушать будет государство и люди. Так что люди, которые сопрошают и понимают, в каком ситуации мы сейчас оказались внезапно, тогда они свою помощь предлагают. А те фермеры, с которыми вы уже связывались, с которыми сотрудничаете, они преимущественно откуда? Разброс по всей Эстонии или какие-то определенные регионы? Нет, по всей Эстонии. Совсем разные. Там с юга, с севера, с запада, с востока. На каких условиях люди могут работать? Потому что, например, если я таллиннский житель, захочу брать клубнику где-нибудь на юге, мне нужно где-то жить. То есть вот если я уезжаю туда, мне предоставляют какие-то условия? Конечно. Да, есть разные варианты. Есть три раза в день питание, есть костиницы. Есть, конечно, все эти удобства, которые предлагают людям, которые в помощь придут. Вы сами занимаетесь только организационной работой или команда организаторов тоже в какой-то момент отправится на село для того, чтобы выполнить? Команда организаторов уже была. Была? Что вы делали? Расскажите, что вы делали. Собирали люди, собирали камни. Да, помогали в разные другие работы там. Так что, да, уже понимаем, что какая-то самая работа, какие трудности, что это представляет из себя. И уже не белые, не пушистые. Так что... Ну, вы сказали о том, что ситуация может быть разной, если говорить о продуктах. И действительно, в последнее время обсуждается такой, даже термин появился, продуктовая безопасность. Вот как вы считаете, нашей продуктовой безопасности страны что-то угрожает? Насколько вероятна ситуация, когда мы можем оказаться без какого-то продовольствия? Ну, это зависит от продукта, что мы думаем, какой этот продукт, который нам очень понадобится. Но я надеюсь, что картофеля, капуста и клубника хватает. Лишь бы шампанское из Франции пришло, и все будет как цветочек. Ну, вы сказали одну фразу в самом начале нашего интервью, что все мы, по сути, родом оттуда. Все наши корни там, на селе. А вот на сегодняшний день, как вам кажется, в глазах городского жителя сельское хозяйство недооценено? Нет, ну, естественно, есть еще такая, как ностальгия. Ну, в смысле, что люди сами тоже хотят идти в природу. И им, конечно, пора там смотреть, как люди в селе живут, и помогать, если там нужно. Так что я не вижу там никакого типа конфликта, что есть городские, есть сельские, а мы все один. Вы все-таки являетесь посредником между теми людьми, которые хотят помочь сельскому хозяйству, и между теми, кто, собственно, занимается сельским хозяйством. Что говорят сами фермеры, насколько сложная сейчас для них ситуация? Ну, для них очень сложно, потому что людей, которые они, с кем они в начале работали, да, их или отправили обратно, или они сами ушли обратно домой. И новых, то есть контрактов они не знают, с кем сделать. Так что мы пришли в этом случае им и на помощь. У нас в гостях сегодня был Рене Кулман, инициатор акции «Маляпи» на помощь деревне.